Здравствуйте, Женя. Я от Петра. От Петра? Он велел передать, что сегодня не может быть. Он это, ногу подвернул. Велел передать вам букет. Арианна, она меня поначалу вообще из-за человека не считала, но потом мы подружились. Фильм «Увольнение на берег», вышедший на экраны в начале 60-х, был встречен в штыки официальной критикой. Зато сразу полюбился простым зрителям. После выхода ленты в советском кино зажглись сразу две новых звезды – Лев Прыгунов и Ариадна Шангелая. Актриса с волшебным именем и еще более волшебной внешностью Ариадна Шангелая стала настоящей звездой эпохи. Мужчины восторгались ее красотой и утонченностью, а женщины мечтали быть хоть чуточку на нее похожими. Все в ней прекрасно, как она говорит, как звучит голос. Я ее просто люблю. Она добрая, внимательная, она остроумная, ироничная, очень изящная. Так я в следующее воскресенье буду на том же месте и в то же время. Смотрите, не ошибитесь больше. Не ошибусь. Для Льва Прыгунова, в ту пору еще студента Ленинградского института театра музыки и кинематографии, фильм «Увольнение на берег» стал дебютом в кино. По актерским меркам ему невероятно повезло. Первая роль и сразу главная. Фильм очень человеческий, очень красиво снятый. Очень долго репетировали. Очень долго снимали. Мы четыре с половиной месяца снимали только на туру. Лев и Ариадна настолько достоверно изображали экранную любовь, что после выхода фильма в нее поверили все. Одногруппники активно интересовались у Прыгунова. Ну что там у тебя с этой грузинкой? На самом деле, одна из наиболее известных грузинок советского кино родилась в Ташкенте под фамилией Шпринг. Отец будущей кинозвезды, обрусевший немец, трудился в НИИ сельскохозяйственной экономии. Когда в середине 30-х в институте начались чистки, Всеволод Эдуардович с женой Анной Павловной перебрались на время в Среднюю Азию. Там и появилась на свет Ариадна. Однако вскоре глава семейства решил все же вернуться в столицу. Решение было опрометчивое. На дворе стоял 1937 год. Из Москвы Всеволод Шпринг, вредитель и, спасибо фамилии, немецкий шпион, отправился прямиком на Магадан. Реабилитирует его, когда Ариадне уже исполнится 18. По счастью, ни жену, ни дочь врага народа не тронули. И Ариадна спокойно закончила школу и поступила во ВГИК, поскольку с детства мечтала быть актрисой. А вот Лев Прыгунов в актерскую профессию пришел не сразу. В детстве он мечтал стать ботаником, как его отец, погибший во время одной из экспедиций. Поэтому после школы Прыгунов поступил на биологический факультет Алма-Атинского пединститута. Меня пригласили выручить филологи, которые ставили спектакль. И я блистательно сыграл, как мне казалось и как всем казалось. Но я тогда сразу понял, что самодеятельность – это гроб. И никому не говоря, после второго курса уехал в Ленинград и поступил в театральный институт. Студентом Прыгунов был прилежным. Готовился к сценической карьере. Но на третьем курсе получил приглашение приехать на кинопробы. И вскоре у него началась совсем другая жизнь. После школы другая школа начинается. Кто в какую попадет. На съемках «Увольнения на берег» актер подружился с Владимиром Высоцким. Сегодня Лев Георгиевич с удовольствием вспоминает их совместное путешествие из Москвы в Ленинград. Мы купили бутылку Рома Кубинского. А потом я ему говорю, Володя, а мне нужно сейчас продать билет. Он говорит, как продать? Я говорю, да так, а как ты? Я говорю, у меня своя система есть проезда. Он говорит, ты меня провезешь? Я говорю, я тебя провезу. Мы продали оба билета, сели в свой вагон. Мы в Клину вышли ночью, хотели пиво купить, что-то еще, не знаю. Букеты продают, букетики маленькие. Давай купим девочкам нашим. Купили два букетика. И стоит очень хорошая девочка какая-то у вагона. Он говорит, Володя, давай ей подарим. Мы говорим, давай подарим ей. Она говорит, мальчик, а где вы едете? Да мы в общем вагоне. Приходите ко мне, у меня пустой вагон международный. Мы проехали до Ленинграда. А там, ой, мы пять дней гуляли, гудели. Правда, больше на съемочной площадке ни с Высоцким, ни с Ариадной Шангилая Прыгунову встретиться не довелось. Каждый пошел своей дорогой. После увольнения на берег Прыгуновым неожиданно заинтересовались зарубежные кинематографисты. Но когда на съемках картины они шли на восток, молодой актер потребовал, чтобы ему были предоставлены те же условия, что и снимающимся в фильме зарубежным коллегам, Прыгунова сразу занесли в черный список. Меня, значит, приглашали играть роль Тристана в Италии. Меня не выпустили. Ждали меня два месяца. Потом меня приглашали, три раза приезжали из Дании на Красную Мантию, на главную роль я должен был там сниматься. Я должен был сниматься в двух главных ролях Парижа. Но мало того, они вынули мою карточку из Мосфильма. И поэтому я снимался только в чудовищных фильмах. На Минской студии, на Одесской студии. Ситуацию удалось переломить лишь через несколько лет, когда Прыгунов снялся еще в одном совместном фильме. На сей раз в советско-румынском «Тоннель» режиссера Франчиско Мунтияну. На туннель я попал чудом. Я шел по Мосфильму, на меня наткнулся здоровый мужик какой-то. Ты Прыгунов? Я говорю, да, иностранец. Ты говоришь, алкоголик? Я говорю, нет, я не алкоголик. Наркоман? Нет, не наркоман. У меня будет сниматься? Я-то буду, но кто? Меня никто не пустит. Говорит, ну, сейчас мы посмотрим. Привел меня в группу. Он говорит, вот Прыгунов, он не алкоголик, как вы мне говорили, не наркоман, как вы мне говорили. Он будет меня снимать. А если нет, так я останавливаю подготовительный период на два месяца. Тогда только пришел к власти Чаушеску, и наши лезли из кожи, чтобы хоть как-то там ему сказали, хорошо. Прыгунов будет, хорошо, будет, пусть снимается Прыгунов. Как и Прыгунов, Ариадна Шпринг дебютировала в кино еще студенткой, в производственной драме Екатерина Воронина. Тонкая, юная, с горящими глазами, уже в первой своей роли актриса запомнилась зрителям. Ее бунтарка Ирина влюбила в себя буквально всех. Моя мама была врачом. И я тоже буду врачом. Хочу ходить в белом халате. Хочу, чтобы от меня пахло лекарствами. И чтобы все это напоминало папе мою маму. А уже в следующем, 1958 году, Ариадна впервые сыграла главную роль. И эта роль стала для нее поистине звездной. Татьяна Ларина в фильме оперы Евгений Онегин. Кстати, сестру Татьяны, Ольгу, сыграла в этом фильме еще одна будущая звезда – Светлана Немоляева. Она меня просто поразила, Ара. Она вот так была незаметная. Но когда ее гримировали, причесывали, и главное, когда она выходила под эту музыку, она совершенно преображалась. И не только лицо было безумно красивое, но еще внутреннее какое-то сияние, внутренний мир какой-то. Он просто вот шел через ее внешность, через ее взгляд, через ее какие-то движения. Пела Татьяна Ларина голосом Галины Вишневской. Но именно Ариадна сумела сделать пушкинскую героиню невероятно живой и понятной современному зрителю. Талант молодой актрисы был оценен по достоинству. Она получила первую премию на Московском кинофестивале, а также главный приз на Всесоюзном фестивале в Киеве. Однако звездой экрана Шпринг стать не успела. К этому времени Ариадна уже поменяла фамилию на Шингелая. И это не было попыткой, как думали многие, отречься от своих корней и начать все с чистого листа. Просто актриса вышла замуж за молодого грузинского режиссера Эльдара Шингелая. Настоящая первая любовь была Ариадна. Я ее встретил в Авгике. Мы с ней гуляли, и однажды мы пошли в церковь, поставили свечи, и в Арагве был наш, так сказать, праздник. Потом мы в квартире на Новодержинской жили, и там родилась у нас Наташа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Лев Прыгунов стал отцом на 10 лет позже. Его избранница Элла работала в МИГе. Когда она решила выйти замуж за неблагонадежного актера, ее вызвали на ковер к начальству. Или вы выходите за Прыгунова, или остаетесь работать у нас. Я выбираю любовь, честно ответила Элла. В 1969 году 30-летний Прыгунов не только стал отцом, но и снялся в одной из наиболее известных своих ролей – картине «Сердце Боневура». Такое громкое имя Боневур, и обаятельный, красивый, мужественный человек на экране. Конечно, я смотрел и восхищался этим. Товарищ Боневур. Чего? Моя фамилия Антона. Надо идти. И мне кажется, что это замечательно, что в его биографии есть такая картина. Хотя думаю, что он к этому относится с иронией. Я терпеть не могу советскую власть, и что-то играть в комсомольце какого-то – нет. Я поехал на съемки, я чувствую, что ничего не получается. Приехал через 10 дней домой, и меня встречает мой друг Роман Каплан, и он мне говорит, представь себе, что белые – это коммунисты. После этого раз предложения у актера все стало получаться. Москва. 1958 год. Режиссеру Эльдару Шингелая завидовали все вгиковские мужчины. Ведь ставшая его женой Ариадна по праву считалась самой красивой и одаренной студенткой. Чтобы не дразнить завистников, вскоре после свадьбы молодые переехали в Тбилиси. После шумной Москвы Тбилиси поразила Эльдару своей неспешностью и бережно хранимым колоритом старинных узких улочек, уютных дворов, древних храмов. Город, в котором по-настоящему спешит куда-то лишь полноводная Кура. Он и сегодня такой. Патриархальная неспешность старого Тбилиси и его самобытная красота остаются неизменными. Переехав в столицу Грузии, Шингелая стала актрисой русского драматического театра имени Грибаедова. Она в Грибаедовском театре сыграла дневник Анны Франк. Это было замечательно. Вот очень великий актер Хорава написал рецензию, в которой он сказал, что в Грузии сейчас живет великая актриса. И все же главным для Риадны оставалось кино. Выйдя из декретного отпуска, она продолжила активно сниматься. С ролями проблем не было. Интересные предложения сыпались, как из рога изобилия. В 1964 году режиссер Абрам Ром пригласил Риадну на роль княгини Веры Николаевны. В экранизации повести Куприна «Гранатовый браслет». Ну, «Гранатовый браслет» – классика. Это всегда приятно посмотреть. Вы понимаете, даже те роли, которые достались нам из классики, они же тоже прибавляют образование. Это очень важно. Ты начинаешь изучать материал, и это входит в твою плоть. Я сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл на балу в благородном собрании. Вашу перчатку, оставленную в цирке. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. За эту роль Ариадна Шенгелая по опросу журнала «Советский экран» была названа лучшей актрисой страны. После такого успеха Шенгелая окончательно становится главной дворянкой советского кино. Теперь к ее фильмографии одна за другой добавляются все новые графини и княгини. Что? Что здесь происходит? Зачем это, милые? Ваша, милая, успокойся. Разве ты не видишь, что мы шутим? Она, конечно, такая индивидуальность, личность такая, женская суть, которая как рождена для 19 века. Она безумно была хороша во всех этих нарядах, с этим гримом, с этими прическами, головными уборами. Иногда смотришь, сериалы идут или какие-то фильмы, наспех сделанные, какие-то исторические, то как-то сразу я вот ощущаю какую-то, может быть, и неправду, может быть, какое-то такое, знаете, легкомысленное отношение к истории этой. А вот когда видишь Ару Шенгелая в таком костюме или в такой прическе, то никаких сомнений нет. Это женщина оттуда. Ну, неужели, неужели вы так жестоки? Разве мстить для вас приятнее, чем прощать? О, гневки, не поверьте. Если подобное оскорбление было бы нанесено мне вами, я отказался бы от мести. Сама актриса шутила по этому поводу, что теперь ее официально повысили в чине. Мол, начинала-то с простых комсомолок. Однако Шенгелая и не думала почивать на лаврах успеха. Она продолжала напряженно работать. Не менее был востребован и Лев Прыгунов. Особенно плотной в карьере актера выдалась середина 70-х. В 1974 году он впервые оказался на обложке журнала «Советский экран». А в 77-м снялся в блокбастере «Трактир на Пятницкой». Картина стала лидером проката. Вы мне нужны для дела. Всем я нужен. Вот открой юридическую контору, заходите. Привет. Он партнер замечательный, и он очень много помогал в нашей работе. Если вы действительно классный вор, вытащите у него из заднего кармана блокнот. Сумеете? Вот эта история, когда мой персонаж Америка рулит блокнот у Полового, и это Лева придумал как трюк, как это происходит, и как достается этот блокнот из рукава. Это, в общем-то, целиком его заслуга. И он очень точно какие-то вещи подсказывал всегда. Нюансы меня не интересуют. Я вообще не знаю, что такое хороший советский фильм. Для меня был вредный и невредный фильм. Вот какой бы самый гениальный фильм, а вредный я не хотел сниматься и отказывался сниматься. Поэтому у меня очень много плохих фильмов. Несметное количество. Но я спокоен. Уже не было ни одного вредного. Ариадна Шенгелая, напротив, к выбору ролей относилась всегда весьма придирчиво. И если снялась у режиссера Эльдара Шенгелая, то исключительно по творческим, а не по семейным причинам. От совместной работы с супругой у Эльдара Николаевича остались самые теплые воспоминания. По его словам, между актрисой и режиссером царило редкое для киносъемок взаимопонимание. То в гостинице мы обсуждали, потом снимали. Так что никаких сложностей не было. Однако даже такая гармония не спасла брак Эльдара и Ариадны. Прожив вместе 22 года, супруги Шенгелая все же развились. Мы очень мирно разошлись. Очень мирно. Просто настало какое-то время, и она улетела в Москву. Наташа уже была замужем, а Катя должна была полететь, но она ни за что не полетела, осталась здесь. И я ее воспитывал один. Ариадна же в это время разрывалась между Тбилиси, где росла ее младшая дочь, и Москвой, где актриса обрела свое личное счастье. Ее новым избранником стал коллега, актер Игорь Копченко. Ариадна вернулась в Москву, но в свою Москву, не затронутую бурлящим столичным ритмом. Уютные дворики, зеленые бульвары, скверы, улочки, залитые солнцем. Эта Москва навевала ей воспоминания о Тбилиси. Но о неизбежной при переезде житейской трудности Ариадне сглаживала свежеобретенное семейное счастье. А вот семейное счастье Льва Прыгунова разбилось трагически и внезапно. Его Элла погибла в автокатастрофе. На руках у актера остался восьмилетний сын. Чтобы прокормить семью, мотаясь по съемкам и творческим встречам, Прыгунов был вынужден отдать Ромку в интернат. Впрочем, сегодня Роман Львович обиды на отца не держит. И, став режиссером, с удовольствием снимает его в своих фильмах. Я его обожаю. Прекрасный человек. Благородный, очень красивый и очень умный. Я доволен, что он работает. Я доволен, что он снимает... Он очень профессионально снимает, очень крепко. Он очень хорошо работает на площадке. Очень хорошо. Это я свидетель, потому что я в двух фильмах у него снимал, в трех даже фильмах снимался. У него прекрасная внешность. Он замечательный артист сам по себе просто. Поэтому здесь не было никаких сомнений. В середине 90-х актерская карьера Прыгунова сделала очередной крутой поворот. Он внезапно стал звездой Голливуда, снявшись за океаном в нескольких фильмах. Впрочем, к покорению Америки Прыгунов начал готовиться заранее. Еще в 60-х выучил язык. Человек, который практически самостоятельно выучил английский язык. Для меня это было такое... Такое что-то недостижимое, самостоятельно выучить английский язык. Возможно, поэтому даже автограф от своего близкого друга, поэта Иосифа Бродского, Прыгунов получил на английском. Иосиф, когда выпустил первую свою книжку, стихов, он только мне послал эту книгу с шикарным автографом на английском языке. For Leaping Lion from Joseph. Leaping Lion – это прыгающий лев, да? В то время, как актерская карьера Льва Прыгунова переживала ренессанс, популярность Ариадны Шангелая после ее нового замужества и возвращения в Москву, увы, пошла на спад. Если ей удавалось блеснуть в громких проектах, то, как правило, это были эпизоды или роли второго плана. В 90-е с ролями и вовсе стало неважно. И все же актриса умудрялась блистать и в это непростое время. Но когда в 2003-м внезапно не стало любимого Игоря, Риадна Всеволодовна решила, что с нее хватит. И ушла. Как из кино, так и вообще из публичной жизни. Ее последней работой стала пронзительная роль еврейки Ханы в картине «Бабий Яр». После этого актриса решила полностью посвятить себя семье, воспитанию внуков и правнуков. Однако звезда останется звездой, даже если она вдруг надумала сойти с небосклона. Однажды иду по Тверскому бульвару и слышу классический голос. «Берем песочек, насыпаем». Да, она сидит в песочнице со своей внучкой. Какое чудо! Я подошла и говорю, «Извините, пожалуйста, мне кажется, вы мне так напоминаете Ариадну Шенгилая». Она говорит, «Валька, прекрати! Неужели?» Я говорю, конечно, пол Тверского бульвара слышит твой очарованный голос. Дело в том, что всегда прикрывалась шапочкой, чтобы никто не узнал. Впрочем, и в зрелые годы у Ариадны Шенгилая нет ни единого шанса остаться неузнанной. Как-то я видела ее, мы где-то встретились, может быть, в доме кино, может, где-то еще. Она очень хорошо выглядела, и особенно не изменилась. Но возраст есть возраст, но она все равно и прямая, и изящная, тоненькая, и такие же тонкие, и изысканные черты лица. Дело в том, что внешность меняется только у идиотов. Лев, если вы грамотно проходите свою жизнь, не виляя из стороны в сторону, то ваша внешность остается при вас. У Арии Шенгилая она всегда при ней. Это ее лицо. Лицо ее духа. Лев Прыгунов и сегодня продолжает сниматься. Хотя, конечно, не так активно, как раньше. Все же актеру уже 80. Но помимо кино, Лев Георгиевич пишет стихи. А еще он нашел себя в живописи и добился признания, как художник. Его выставки проходят по всему миру. У Льва есть такой внутренний стержень своего восприятия мира и жизни. Он умеет найти вот эту гармонию с собой, с миром, в котором он живет, с людьми, с которыми он общается. Я думаю, что он такой внутри человек такой философский, размышляющий. Поэтому он и выражает это в своих картинах. Это чувствуется. Более полувека назад вышла на экраны замечательная картина «Увольнение на берег», в которой блеснули Лев Прыгунов и Ариадна Шингелая. Это было совсем другое время, иная эпоха. Но все же и сегодня «Увольнение на берег» смотрят и любят. И отдавая дань фильму, зрители, конечно, восхищаются исполнителями главных ролей, такими обаятельными, молодыми и невероятно талантливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok